Это нациализация банков. Первое, что такое банки? Банки это у нас регулятор экономики, его фактически нервная система. Что сто лет назад, что сегодня это очень важная отрасль, которая давным-давно, еще с тех пор, слилась у нас с промышленным производством. Смотрите, допустим, у нас есть сегодня банк МТС, есть оператор МТС, есть Газпромбанк. Это банк газпромовский, то есть отрасль, которая занимается газом. Есть Альфа-Групп, а он хоть и ничего видно называется, но в эту Альфа-Групп входит в том числе ряд банков и ряд промышленных предприятий. То есть еще сто лет назад и до сих пор остается эта тенденция, что банки у нас срощены с производством. Сегодня, в принципе, через банки можно также регулировать всю экономику страны. Простые, опять же, примеры. Смотрите, да, вот у нас курс валют меняется ЦБ. Доллар поменяли, экономика сразу на это отреагировала. Есть ставка рефинансирования ЦБ. Ставку поменяли, кредиты стали дороже и дешевле, соответственно, поменялась и ставка для предприятий. Что такое национализация? Национализация – это просто объединение разных банков в одну структуру общую. Она полностью ничего не меняет. Нет никакой отъема собственности. То есть, если кто-то был владельцем маленького банка, он остается им владельцем только не всего банка, а пропорционального пакета акций, которому принадлежит в общей куче всех банков вместе. То есть, кто был собственником банка, тот и остался собственником, только не целым собственником, а акционером определенным. Кто держал в банках акции, кто держал там вклады свои, кто брал кредиты, они все, соответственно, тоже остаются при своих вкладах. Для них ничего не меняется. Все счета сохраняются. Для чего это надо? Ну, первое, это очень облегчает работу. В принципе, у нас много разных банков, да, в каждом есть, допустим, свое программное обеспечение. У каждого свои программы, каждый в ней как-то работает. Если их все вместе объединить, будет одна программа, ее гораздо проще сопровождать, ее проще отлаживать, с ней гораздо проще работать. Соответственно, когда у всех банков встанет одна общая инфраструктура, одно общепрограммное обеспечение, одни общие стандарты, мы можем спокойно брать, сформировать отчеты и следить за их деятельностью. То есть, соблюдать тот самый контроль, про который говорит Владимир Ильич. Что для этого надо? Для этого достаточно выпустить просто декрет о соединении всех коммерческих и банков в один государственный. Кто этим будет заниматься? Ну, непосредственно банковские работники, которые сидят в этих банках и трудятся. Также директора банков, управляющие сдают указы, они уходят на уровень их подчиненных, подчиненные готовят слияние всех банков и все. То есть, ничего не надо, только декрет. Делается это все силами самого персонала банков. Когда мы все это вместе соединяем в одну схему, да, опять же, мы имеем прозрачный один банк и мы можем его контролировать. И такая простая вещь, как сбор налогов с предприятий промышленных, она просто перестает нас беспокоить. Все операции финансовые предприятия, что тогда, 100 лет назад, что сейчас, проводится безнали, безналичный расчет. Когда все деньги безнали, предприятия крутятся, и мы крутим это все в одном банке, и мы наблюдаем за этим процессом, соответственно, мы можем с этих оборотов считать налоги. То есть, не надо отдельно налоговым, просто сидит в банке налоговый отдел, который, в принципе, и сейчас есть в структуре, у любого банка есть свой налоговый отдел. И они просто берут и считают, сколько с этих оборотов надо снять прибыли в виде налогов. То есть, налоги мы отменяем, да, получается, фактически. Они становятся для нас прозрачными. Дальше в банке, в принципе, персонал банков мы можем разделить условно на две категории. Первое – это служащие, да, не работники, а именно служащие. Те, кто работают в банке – это кассиры, бухгалтера, те же айтишники, да, которые сопровождают банковское оборудование. Тогда были не айтишники, тогда были счетоводы, которые занимались расчетами. И отдельно – это руководство банков. То есть, владельцы их могут, не обязательно прямо владельцы, могут быть и наемные директора. То есть, это та прослойка, верхушка банковского управления, которая имеет большие прибыли. Соответственно, они будут активно препятствовать национализации банков, потому что, во-первых, а, они станут не нужны, а, б, они не смогут получать сверхприбыли. За ними будет проще установить контроль. С другой стороны, у нас есть служащие, которых активно оббираются, да, вот для них это как раз будет выгодно. Во-первых, объем работы не изменится, то есть, никого не уволят после национализации, банки, служащие все останутся на месте. Во-вторых, они как работали, так и работают, но только они будут видеть прозрачную всю схему, вплоть до того, сколько получает директор. Соответственно, могут это дело пересмотреть и увеличить не директору зарплату, а себе, просто перераспределив финансы. Поэтому, что предлагает Владимир Ильич? Что служащим при такой системе, да, опять же, это временное правительство, это буржуазная система, прямо как сейчас у нас, служащим давать премию от государства за то, что они при проведении тех или иных банковских операций, если они находят обман в этих операциях, попытку уйти от налогов, еще чего-нибудь, они об этом сообщают государству. Государство приходит и добивается исправления данной ситуации. А служащий, соответственно, заинтересован, он получает за это премию. То есть, таким нехитрым способом мы всех служащих переманиваем на нашу сторону. Дальше Владимир Ильич говорит, что, в принципе, такая схема существует не только, может существовать не только в России, да, есть вообще много очень иностранных примеров, да, допустим, на тот момент в США было два банка фактически, Германии четыре, в принципе, в принципе, опять же, там же капиталистическая экономика, пытаются создать, так сказать, конкуренцию, чтобы не было монополии, государство, мы об этом говорили, да, борется с монополиями и пытается поэтому делать, типа, вот, смотрите, у нас два банка, хотите туда, несите, хотите здесь, ну и пофиг, что там разница-то никакой по ставкам вкладов, там, допустим, на 0,1%, по сути, разница-то небольшой. В принципе, наше правительство сегодня делается то же самое. Все это огромное количество банков, оно спасается всевозможными способами. Их постоянно зондируют, им постоянно выделяют деньги, лишь бы их оставлять на плаву и оставлять конкуренцию. Несмотря на это, количество банков у нас постоянно сокращается, да, если у нас начиналось в 90-х где-то около 5 тысяч банков, по-моему, сейчас их около 600, и количество постоянно снижается. То есть, это закономерное развитие банков, то есть, более сильные банки поглощают, более слабые, соответственно, конкурентов убирают. Также к национализации банков Владимир Ильич относится еще вопрос страхования, да, вот страхование у нас тех же автомобилей, ОСАГО, да, у нас есть страхование зданий и вообще чего угодно. В принципе, страховые конторы, это те же самые банки, и даже некоторые банки даже сейчас занимаются страхованием. В принципе, если мы их тоже объединим вместе с банками, это дает очень большую выгоду, прибыль, снижает затраты на страхование и дает очень много бонусов. Следующая глава, это национализация синдикатов. Синдикаты, корпорации, да, мы понимаем, что это более-менее сегодня синонимы. Итак, что такое синдикаты? Синдикаты, это как раз когда разные предприятия промышленные объединились в одну корпорацию общую, неважно каким способом, да, то есть, если это картель, синдикат, как называется, это зависит только от способа слияния. Для нас главное то, что это одна единая структура, которая занимается той или иной областью, да, вот, допустим, «Газпром», мы уже говорили, да, он занимается только газом у нас в стране. Так, а тот же «Газпром» у нас полностью сросся с промышленностью, то есть, наоборот, это промышленность, которая срослась с банками, да, у нас есть «Газпромбанк». Это банк, который был специально «Газпромом» открыт для того, чтобы проводить свои финансовые операции, чтобы не зависеть от других банков и не давать другим банкам зарабатывать на нем. То, соответственно, мы не можем просто так взять, национализировать «Газпром», вместе с ним мы должны, «Газпромбанк», вместе с ним мы должны «Газпром» национализировать как предприятие. И от этого мы никуда не денемся. Таких синдикатов много, да, сто лет назад это был «Сахторный», «Нефтяной», «Угольный». В принципе, у нас сейчас то же самое, да, у нас и «Нефтяной» синдикат можно, все нефтяные компании в одном соедините «Угольный» и все, что угодно. Что нам мешает их объединить? Да только, в принципе, правительство, которое активно, как и в случае с банками, старается сохранить конкурентность на рынке и не образовывать монополии. Чтобы не допустить подобного слияния, допустим, отдельных промышленных отраслей, правительство вводит кучу всяких реформ. Что сейчас, что тогда, сто лет назад, было то же самое. То есть правительство игралось в реформы, но для построения синдикатов ничего не делало. Что дает капиталистам, собственникам предприятия, от того, что их не соединяют насильно в синдикаты? Они, собственно, никому не подконтрольны. То есть, если ты состоишь в каком-нибудь корпорации в виде одного отдельного предприятия, то ты играешь по общим законам корпорации. То есть, если корпорация сказала, вот норма прибыли там не больше 10%, ты планируешь это не больше 10%. Если в корпорации порешали, что средняя заработная плата наших сотрудников должна быть 45 тысяч рублей. То есть, соответственно, ты должен жить по законам этой корпорации, не можешь, допустим, снизить заработную плату среднюю до 38. Соответственно, капиталист не стремится объединиться вместе с другими капиталистами не только для того, чтобы иметь над собой какой-то внешний контроль. Поэтому они от этого активно отбрыкиваются, в том числе и через лоббирование своих интересов, через Думу, допустим, которая выпускает законы, которые призваны защищать как раз их интересы. Следующий вопрос, сразу плавно мы тогда переходим, об отмене коммерческой тайны. Все вот эти капиталисты, которые пытаются получать сверхприбыли, они, соответственно, все эти вещи пытаются скрыть. Напомним, работа написана в 1917 году, когда идет еще война. Несмотря на то, что вся экономика страны по факту работает на фронт, все капиталисты так или иначе, все, что выпускают, это все идет на фронт, все идет на войну, все идет для победы. При этом они оставляют за собой право на коммерческую тайну, то есть они скрывают свою бухгалтерию, они скрывают свои расходы. Соответственно, скрывая затраты свои, они могут повышать стоимость на продукцию. У Ленина этого нет в работе, но для примера можно сказать, производство снарядов на казенных заводах государственных в то время было в 6 раз дешевле, чем на коммерческих заводах. Производство тоже самое, снаряды тоже самое, но капиталисты скрывали свои расходы, увеличивали, поэтому цена снаряда одного и того же была в 6 раз выше. Проконтролировать, почему такая высокая цена, нельзя, потому что что делает коммерсант, он говорит, извините, у меня тут коммерческая тайна, вы сейчас узнаете всю мою подмноготную, и я разорюсь. Почему, зачем вообще нужна коммерческая тайна? Когда мы работаем на рынке, в принципе, я думаю, все смотрят современные фильмы и прекрасно знают, стоит попасть к какой-нибудь инсайдерской информации, допустим, неурожай бананов в Африке. Соответственно, кто имеет эту тайну коммерческую составляющую, он может подсуетиться, выйти на биржу, продать бананы, придержать бананы и все, что угодно сделать для того, чтобы получить максимальную прибыль. Опять же, на тот момент шла война. Как раз 2017 год начались перебои с поставками хлеба. То есть, как раз, пользуясь этой коммерческой тайной, придерживая товары, придерживая зерно, капиталисты получали сверхприбыль за счет того, что спекулировали на зерне. Но, несмотря на то, что коммерческая тайна, соответственно, выгодно капиталистам, есть противоречия. Во-первых, война идет, в то время шла война всего государства. То есть, все государство было заточено на войну. И, соответственно, когда все государство воюет, какая может быть тайна у отдельных лиц, почему им такие привилегии. Второе большое но. Когда все эти отдельные отрасли сливаются в монополию, в синдикат общий, вопрос о коммерческой тайне становится как бы неактуальной. Да, вот, допустим, зачем РЖД скрывать какие-то там, допустим, свои же бухгалтерские отчеты только для того, чтобы, что? Им кто-то конкуренцию на рынке сделает, кто-то построит рядышком, вторую железную дорогу начнет ввозить товар? Нет. Плюс, опять же, когда такая большая организация, как РЖД, она огромная, она на всю страну, там тысячи работников, а владельцев там, ну, один, два, неважно, десять, сто. Их очень-очень мало. И, собственно, люди, которые тысячи там работают, они и так в курсе всех этих событий, то возникает вопрос, зачем нужна коммерческая тайна? Получается, только для того, чтобы при аудите, когда, допустим, от лица государства приходит государственный аудитор, смотрит, от него говорят, а вот мы тебе не покажем бухгалтерию, это у нас коммерческая тайна. Все, точка. Поэтому товарищ Ленин и настаивает на отмене коммерческой тайны. Следующая мера, которая нужна была в той ситуации, в принципе, она до сих пор становится необходима, имеет применение свое, это принудительное объединение от Союза. Опять же, для примера, Владимир Ильич приводит объединение таких подобных союзов в Германии, когда государство издает законы, направленные на то, чтобы объединять те или иные отрасли в один общий синдикат, в один общий кооператив, неважно, опять же, в союз промышленников. И, соответственно, Владимир Ильич задается вопросом, если это делается в Германии, почему бы это сделать не в Российской империи? Война и там, и там, государства капиталистические там, и там. Почему там делается, а здесь не делается? Почему там создаются законы, направленные на то, чтобы объединять промышленников, а у нас не издаются? Подобные объединения, во-первых, обеспечивают контроль, да, то есть, опять же, пока у нас куча мелких конторок отдельных, мы не можем в каждую прийти, проверить и выявить там недостатки в их бухгалтерии. Как только мы это объединяем, мы сможем сразу же эту область контролировать. Во-первых, позволяет подобное объединение планировать закупку сырья, да, мы знаем, сколько у нас производителей той или иной области, соответственно, мы знаем, сколько им на год нужно сырья. И, зная, сколько им надо сырья, мы знаем, сколько они в итоге сделают продукции той или иной. Соответственно, это дает большой рычаг и контроль, опять же, в случае, когда в тот момент шла война, то есть, все для фронта, все для победы, а как это дается достичь? Самое простое планирование, да, затрат сырья и сколько мы получаем продукции. Через подобное планирование, через расчет сбыта и сырья мы можем планировать, соответственно, и контролировать всех этих производителей. Сколько мы им запланировали сырья, столько они нам должны выдать продукции. Самый простой элементарный контроль. В принципе, это относится к подобным объединениям не только к большим каким-нибудь отраслям, как мы говорили, да, там газ, нефть, уголь. Это относится в том числе и к мелким промышленникам. Ну, Владимир Ильича для этого примера говорится о крестьянах, да. Что такое крестьянин тогда? Это маленькое хозяйство, маленький надел земли, где выращивается хлеб и сдается государству, продается там на рынке, неважно. Вот. В принципе, в принципе, что с ними делать, с такими мелкими промышленниками? Не надо их обязательно там всех лишать земли, там каждому крестьянину выдать по акции, вот твоя акция там за общее сельскохозяйственное предприятие государственное. Делается это все проще. Делается государственная заготконтора, которая заготавливает зерно в том случае, и в принципе все остальное можно. И путем того, что у нас есть монополия на приобретение этого хлеба, скупку хлеба, мы можем всех этих христиан контролировать. При этом мы не отнимаем у них собственность. То есть была там у тебя лошадь, хорошо, был у тебя там сел лукоплук, тоже замечательно. Забегая вперед, также Владимир Ильич там говорит про то, что подобная кооперация мелких, производители таких мелких буржуа, она будет сохраняться и при социализме. И мы, в принципе, знаем примеры такие же при уже СССР, когда у нас были заготконторы, которые закупали у охотников пушнину, мясу, всякую дичь. Вот здесь у нас на Мордовцевах был когда-то магазин, там дичь продавали. Можно прийти, было медведя купить, попробовать. Ну и, соответственно, второй пример – это вот пасечники. Мы сейчас к этому вопросу возвращаемся. Что такое пасечник? Ну, это один дедушка, у которого 10 улей, он ездит, собирает мед. Объединить как-то эти все улей вместе, всех этих дедушек, ну нереально. Они должны быть распространены по территории равномерно, чтобы собирать весь мед как можно широко. Как выходим из случая? Мы просто делаем заготконтору, которая собирает мед, объявляем монополию на мед, и, соответственно, вся торговля медом идет через государственную структуру. В принципе, чем заканчивается эта глава? В том, что все эти мелкие производители, небольшие, они, собственно, большой роли в экономике не влияют. Что тогда, что сейчас? Объем их продукции настолько минимален, что им можно вообще, в принципе, пренебречь, и можно их оставить в спокое, это не важно. Все основные отрасли, которые двигают экономику, они давным-давно слились с синдикаты, и давным-давно там принудительного объединения не надо. Но и так уже все совершено. Поэтому всех этих мелких производителей, в принципе, можно ставить за рамками, и не обращать первое время на них внимания, они особо нам не нужны. Мы должны сначала сниматься крупным производством. Так, и восьмая часть, это на сегодня последняя. О чем мне говорится, да, что любое правительство, что тогда, сто лет назад, что сегодня, когда приходит в власть и говорит о том, что она самая демократичная, самая справедливая, самая-самая-самая. Ну, что такое демократия? Демократия – это власть большинства. А государство у нас при этом буржуазное, капиталистическое. Капиталистов буржуа у нас мало. Там, неважно, даже если брать по максимуму, да, вот, допустим, как у нас считают децильный коэффициент, 10% самых богатых. Но это всего лишь 10%, их меньшинство. Не путать с меньшинствами, да, меньшинство – это, которое сексуальное, это именно меньшинство по количеству. И, соответственно, возникает вопрос, а вот это вот правительство буржуазное, которое кричит, что вот у нас демократия, самая лучшая демократия в мире, а о ком оно заботится, это правительство? О меньшинстве, о буржуазии, о капиталистах? Или все-таки оно заботится о большинстве, то есть о наемных рабочих, рабочих, служащих, а наемных работников? Тех, кто не имеет средства, тех, кто не имеет собственных средств производства. Соответственно, мы смотрим такое буржуазное правительство, которое все-все из себя прям демократия, рвет на себе бумажку, мы демократы, мы привнесем демократию куда угодно. Какие законы выпускает такое государство? Если эти законы позволяют капиталистам все больше и богатеть, то, соответственно, оно играет не на пользу большинства, а на пользу меньшинства. Соответственно, это уже не демократия. Далее там еще Владимир Ильич приводит такой момент, что опять же идет война, введены хлебные карточки, в стране голод, а тем не менее богатые продолжают жрать ляпчиков и ананасов, несмотря ни на что, и на них все эти ограничения не распространяются. Соответственно, какой вывод делает Владимир Ильич по поводу временного правительства, что у них демократия только на словах, а на деле у них идет создание черного рынка, рынка спекуляции. Несмотря на то, что идет опять же война, кто-то зарабатывает, кто-то страдает. То есть все законы, все реформы, которые тогда выпускались, они шли капиталу в плюс, давали им возможность роста, а рабочим, наоборот, в минус. То есть для рабочего класса они были меньше, были вредны, хотя рабочих намного больше, чем собственников средств производства. И можно взять такой маленький пример. Вот сегодня наше правительство занимается тем, что на словах кричит про демократию и заботится о большинстве граждан. Недавно Владимир Владимирович у нас заявил, что мы будем всем ипотечникам давать от государства деньги на погашение ипотек. То есть там сумма, по-моему, 300 тысяч озвучена была. То есть все ипотечники при желании могут попросить помощи государства, и государство им выдаст эту помощь для того, чтобы они смогли из себя сложить бремя налоговой кредитной нагрузки. Казалось бы, да, государство заботится о ком? У нас, у нас с вами, обычных рабочих, которых большинство. Кто берет ипотеку? Тех, у кого нет денег на, собственно, жилье для приобретения. Соответственно, для большинства. Но, смотрите, эти деньги же выдаются не гражданам, в руки им никто не дает. Эти деньги поступают от государства, фактически, минимум ипотечников, а поступают сразу в банк. То есть банк на ровном месте за ипотеку, которому эти 300 тысяч, допустим, по 30 тысяч, 10 месяцев он бы ждал эти 300 тысяч. А тут рак-бах от государства. Ему просто так, кредитная нагрузка 10-месячная падает одним разом. И, соответственно, мы задаем вопрос, а для кого эта мера предназначена? Владимир Владимирович хотел банкам помочь? Влить из бюджета в банковскую сферу сразу большое количество финансов? Или все-таки помочь населению? Большой-большой интересный такой вопрос.